Ну-ка, ну-ка, чё-то едет, чё-то едет. Ребят, если это pattern improved, я плюну в монитор просто. Йес! Ух! Тьфу ты, ёлки-палки! Ну нафиг ты мне нужен-то. И всем привет, ребят, с вами Линкс. В танках уже вовсю идёт новогоднее наступление 2023, а это значит, что настало время запасаться большими новогодними коробками, что я, собственно, и сделал. Вот у меня лежит 100 карабасов. Но прежде чем я начну их открывать, я бы хотел провести розыгрыш 15 больших новогодних коробок среди моих подписчиков. Условия довольно простые, нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий с указанием своего танкового никнейма. Три победителя среди выполнивших условия будут выбраны случайным образом на моём стриме 7 января и получат по 5 больших коробок на выбор. По желанию можно также подписаться на мою группу ВКонтакте, там находится вся информация о розыгрышах, предстоящих видосах, стримах, так что забегайте, чтобы ничего интересного не пропустить. Ссылка на группу в закреплённом комментарии под этим видео. Ну а мы переходим к долгожданному открытию коробок. Так, ну перед тем, как я начну их открывать, для тех, кто не в курсе, я покажу, что мы вообще можем из них, собственно говоря, получить. Так, ресурсы, в этом году мы получаем ресурсы вместо новогодних игрушек. Так, золото, золото, кредиты, примак, ну это всё как и было, собственно. Ретширский код появился. Шанс выпадения 10%. Ну и вот, собственно, виновники торжества сегодняшнего. Я уж не знаю, честно говоря, как так получается, но, по-моему, с каждым годом в этих коробках техника всё хуже и хуже. Всё менее и менее интересная. Для сравнения, вот вам предыдущие года, что мы получали в 2020 году. То есть тут была Параджетта, Объект 703, 75 ТС и СУ-130ПМ. Ну то есть каждая из этих машин чем-то уникальна, чем-то интересна. И, собственно, в 2020 году мне выпала ТС-ка и Параджетта. Вот, в 2021 году тоже у нас был ИСУ-152, Батчат, этот Бурасик, Гессор, Бессонте. Тоже довольно-таки интересные машины. Тут мне один Бурасик выпал. Собственно, наверное, наименее интересный из всех этих товарищей. 2022-й, ну тут да, уже начали, так скажем, скатываться коробки. Таранвайген, Калибан, Йох, ну и вот эти два товарища. Вот, тут мне выпал Калибан, я помню. Как раз его я и хотел, собственно, его я и получил. Ну, Таранвайген, наверное, ещё интересный вариант, но не знаю. Если говорить о том, что бы я хотел получить в этом году из техники, то тут, пожалуй, я бы отметил Шарик, Шарик 75-й, Млешка, вот эта ЛТ 9-го уровня. БЗ-шка, судя по обзорам, интересная машина. Я, правда, китайцев не качаю, китайскую нацию здесь не особо люблю в игре, но пусть будет, собственно говоря. Ну и третий танк, который я бы, наверное, хотел получить из коробок, это всё-таки итальянская ПТ-шка Виппера, потому что многие из вас, наверное, знают, что я большой ПТ-вод, я люблю ПТ-шки, ну и плюс у неё ещё механика дозарядки. Вроде как это должно выглядеть интересно. Хоть её и хают в обзорах обычно, говорят, что она днища, но, тем не менее, я бы её себе, наверное, хотел. Что касается Паттон Импруфта и АМБТ, вот этих товарищей я бы не хотел себе, если честно. То есть, если составить топ-5 машин, которые я бы хотел получить, то, наверное, первое это Шарм Лешка, потом БЗ, Виппера, АМБТ и последний Паттон Импруфт. Вот из мелких я бы хотел СУ-102 получить, кстати говоря. Так, ну и всякие стили тут выпадают, да, котики, вот. Кстати, интересный факт, я тут зашёл на сайт Варгейлинга и увидел нечто интересное. Тут вместо Импруфт у них М47 Айрон Арни. Я уж сначала подумал, что ему дали, короче, красивую обёртку, и вот в таком красивом виде он у нас будет по рандому щеголять. Но нет, это у нас европейский сервер, а у нас будет вот такой вот непрезентабельный Паттон Импруфт. Что ж, ну ладно. Ну и хватит болтовни, ребят. Погнали, открываем коробки. Что у нас здесь, собственно говоря? Едут, едут. Анимация, как в прошлые года вроде как, не поменялась. Едут карабасы на поезде. Такс. То есть у нас 20 новогодних, 40 рождественских, 20 китайских и 20 волшебных. Буду открывать по одной. Если ничего интересного падать не будет, я потом просто буду вырезать эти моменты. Так, погнали. Собственно говоря, перед тем, как начну открывать, скажу, что мы должны сегодня выбить два гарантированных танка, поскольку у нас здесь работает механика гарантированного выпадения. каждые 50 коробок. Вот. Если повезет, наверное, можно попробовать даже три танка достать, но я что-то сомневаюсь в этом. Что ж, погнали. Так, новогодние коробки. 750 золота. Уже неплохо. Золото мне пригодится. Да, кстати, по прошлым годам мы помним, что если... Котик ретширский. Да ладно. Котенька выполн. Слушай, как мило. У меня вон там тоже где-то ретширский котик бегает. Поэтому я не против. По-моему, он дает какие-то плюшки, да? Что с ним можно делать? Забыл. Ой, какой красивый. Слушай, они так красиво рисуют эти варгейминги. Ну, есть эти. Лесты. Лесты уже. К поручениям кота. О, кот поручения дает, оказывается. Так, ну ладно. Поручения мы потом твое посмотрим. Как мы помним по предыдущим годам, если из коробки выпадает что-то стоящее, то тут появляется голубое свечение. Поэтому давайте внимательно за этим смотреть. Так, один день према выпал. 500 голды. Пока нормально. О, синее свечение. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, 3D стиль. 3D стиль на коняшку. Коняшки у меня нет. Пока что. Ну, выглядит красиво, кстати, слушай. Еще бомбезно. Так, поехали дальше. Опять синее свечение. Давайте смотреть. А25. Опять 3D стиль. Да шо ж такое. А вот СТРВ я хочу себе вкачать. И вот это, на самом деле, в тему. Вот этот 3D стиль мне, скорее всего, пригодится. Красивее шно. Симпатичный выглядит. Так, и А25, аж, аж, ай. Хэри Хопкинс. Так. Желтое свечение. Ничего, ничего годного, да. Ну, 500 тысяч серебра, кстати. Кстати, кстати. Мне нужно выкупать, кстати, десятки мои, которые я тогда продал, чтобы... Если вы помните, караван этот шел, когда мы могли покупать старинные всякие танки за боны. За боны, за всякую прочую. О, голубое. Да что ж такое. Опять 3D стиль, уже третий, слушай. Третий 3D стиль. На шара. Шара у меня тоже нет. Вот, во время того, как шел этот караван, я, короче, слил все золото на повторы. Ой, с золота, говорю, серебро все слил на повторы. И, короче, мне его теперь нужно отбивать, чтобы выкупать мои десятки, которые я напродал. Так, ну и, собственно говоря, по тому количеству, которое нам падает, материалов этих драгоценных. Я думаю, мы донарядим. Донарядим елочку. Так, ну и последняя коробка новогодняя. То есть новогодние коробки, кроме 3D стилей, нас ничем сегодня не порадовали. Что ж, переходим, наверное, к китайским тогда. Подожди. А, еще 30 коробок до гарантированного танка. Все, понял. Отлично. Погнали, продолжаем. Продолжаем, смотрим, чем нас порадуют китайские коробки. Опа, синее свечение. Ну-ка, ну-ка. Че-то едет. Че-то едет. Ребят, если это pattern improved, я плюну в монитор просто. Ну-ка, 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 ну-ка. Ессс! Ух! Это шарик. Это шарик-млешка, 75-я. Все, я спокоен. Я спокоен, ребят. Давайте посмотрим на эту красоту. Легкий танк, 9-й уровень. Слушай, ну вот такого мне не хватает. Если вы посмотрите, у меня, короче, весь ангар забит этими прем-танками. И меня уже ничем, собственно говоря, не удивить. Но вот такие машины с уникальными механиками мне нравятся. Поэтому, собственно, я и хотел себе что-нибудь такого плана. Дед Мороз не прогадал с подарком для меня. Так, ну и теперь осталось дождаться БЗ-шку 176-ю. Либо Виперу. Что-нибудь из этого. Собственно, мне больше ничего не надо. Ну, золото, кстати, должно нам обильно сегодня нападать. Если с каждой коробки выпадает как минимум 250. А у нас коробок 100. То есть 25 тысяч я отобью сегодня. А может даже больше 30. О, синее свечение. Наверное, 3D стиль, да? Да, 3D стиль на объекта. Это, наверное, какой-то из прошлогодних, да? Да, 3D стиль на объекта. Ну, что, тоже неплохо. Вдруг вкачаюсь я когда-нибудь. 1250 золота. Неплохо, неплохо. Так, БЗКВ. Какой-то пятый уровень. Из мелких мне осталось, короче, СУ-2-122 достать. И все. И больше ничего не надо. Так, все, последняя коробка ничем нас опять не порадовала. Погнали, переходим к волшебному Новому Году. Вот эти уже покрасивее коробки. Вот она, СУ-2-122. Вот она. Вот ее я хотел. Все, из мелочи мне больше ничего не надо. Осталось только БЗ-шку зафармить. Кстати, если мне выпадет Паттон Импруфт, я его, наверное, лучше продам, честное слово. Я надеюсь, Ляма-4, я с него поимею серебра. Я помню, мне выпал, я уже не помню с чего, КПЗ, какой-то там немецкий, немецкая СТ-шка. Я на ней ни одного боя не сыграл. Собственно, она у меня так и стоит, пылится, и, может, я ее даже продам лучше. Так, ну из волшебных коробок нам не выпало ничего стоящего, кроме СУ-шки. Так, это конвертировалось. Погнали тогда, значит, к Рождественске. Через 13 коробок нам должен выпасть следующий танк. Я так понял, БЗ-шка выпадает довольно часто. Судя по тому, сколько я их видел в рандоме, это... Внушительно. Так, ну и вот, ребят, премиум-машина в следующей коробке. Давайте смотреть, что нам сейчас приедет. Голубое свечение. И это... Это что? Так, прибыл гарантированный танк. Попробую по силуэту понять. Неужто импруфт? Неужто импруфт? А, МБТ. Тьфу ты, елки! Палки. Ну нафиг ты мне нужен-то, а МБТ? А, ладно. Тем не менее, у нас есть еще 27 коробок. А вдруг получится? Так, а 25 тысяча золота? Неплохо. Неплохо. Ну, мне кажется, золото я тут нормально на фарме. 1040, наверное. О, голубое свечение. И пусть это будет не 3D стиль. Ммм. 3D стиль на Шеридана. Ну, Шеридана я не планирую качать, честно говоря. Шеридан в мои планы не входил. И остается 10 коробок, ребят. 10 коробок, чтобы достать БЗ-шку. Так, 3 коробки осталось. 3 коробки, ребят. Давай, БЗ-шка, ну. Порадуй меня в последней коробке. И открываем последнюю рождественскую коробку, ребят. И... Нет. Нет, БЗ-шка нам не выпала в этот раз. Ну и ладно, собственно, смотрим, что у нас по итогу. Что у нас выпало из коробок. 14 техники. 5 3D стиль. Редширский код. 66 дней према. Почти 40 тысяч, да я угадал, голды. 7 лямов кредита. И всякой всячины в виде ресурсов. Что ж, неплохо. Неплохо, я доволен. Я хотел шарик 75, я его получил. Голду я, наверное, пока похраню и подожду акцию с переводом свободного опыта. Переведу в свободку и, наверное, что-нибудь вкачаю себе. Интересное. Так, давайте-ка сейчас нарядим елочку с вами. Так. Повысим атмосферу. Повысим атмосферу. Хватит мне сейчас ресурсов-то интересно. Девятый. Так, осталось два раза улучшить инсталляцию. Так, ну и последний раз, собственно, с вами ее улучшаем. И открываем, я так понимаю, десятый уровень атмосферы. Да. Хватило ресурсов. Для достижения десятого левела атмосферы. Отлично. И куча-куча-куча универсальных фрагментов. Вот это, собственно говоря, мне весьма пригодится. Весьма пригодится в исследовании новых веток. Ну и на этом все, ребят. Если вы тоже открывали в этом году коробки, напишите, что вам из них выпадало. Также не забудьте про участие в моем розыгрыше. Не забудьте поставить лайкос на это видео и подписаться на мой канал. А с вами был Линкс. Всем пока, ребят. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!